Всем привет! С вами снова Ольга Чернова. Сегодня по-прежнему 9 августа. И я также описываю сорта томатов, которые вызревают в открытом грунте без применения теплиц, но которые не мелкие. Вот следующий сорт сибирское яблоко. В прошлом году у нас его побил град. Он был уже в стадии такой меланжевой зрелости, но град прошел. И вот эти дырочки не дали мне полноценно собрать семена, плоды загнили. Нынче он радует меня своим урожаем. Если града не будет, то будет очень много семян. Хочу рассказать вот об этом сорте. В прошлом году я, по-моему, даже его не успела показать. Он отличается от всех других вот своей жемчужно-розовой окраской. Такой цвет необычный. Специально выставила вам рядом вот эти сорта, видите, и вот он. Вот он почти спелый, спелый вот такой будет цвет. Сейчас я прочитаю сначала описание производителя. Новинка. Среднераный невкусный урожайный сорт с красивыми плодами жемчужно-розового цвета. Созревание первых томатов на 115 день. Растение 1,5 метра, 1,8 метра, обильно нагружено округлыми, ровными, 200-граммовыми плодами. Хочу заметить, что если перед этим я вот рассказывала чудо земли, бердский крупный, они всякие. Они вот сначала крупные, потом помельче. Ну и всякой могут быть формы. То эти, они преимущественно одинакового размера. Они именно висят вот как яблоки. Они вот снизу и доверху. Вот это вот, которое более спелое, вы могли бы подумать, что это последующая кисть там дальше. Нет. Это наоборот, она спелее вот этой. Это было на первой кисти. Именно тогда, когда были при высадке неблагоприятные условия, когда у чудо земли вообще отвалилась первая кисть. А сибирское яблоко, оно завязало первые кисти, но томаты у них на первой кисти получились меньше, чем обычно. А следующие кисти пошли вот такого размера. И почти все одинаковые, стандартные. Так что может уменьшиться размер плода, не от того, что он выше на кисти, а вот просто из-за неблагоприятных условий. Оно вот какое смогло, такое завязалось яблочко это. Так, я продолжу. Цвет плодов белесый в технической зрелости, а в стадии биологической спелости жемчужно-розовый. Томаты плотные, мясистые, длительно сохраняют товарные качества на кусте и в процесс их хранения. Высокое содержание сахара и витамина С определяет великолепные вкусовые качества этого сорта. Рекомендуется для выращивания в теплицах. И в открытом грунте. Средняя урожайность товарных плодов 9 кг с квадрата. Выращивать в 1-2 стебля. И на 1 метре 3 растения. Вот я еще не проводила дегустацию, потом покажу вам. Но они такие плотные. Если вот эти берешь томаты, у них вероятно шкурочка потоньше, и они как более мягкие. А это вот именно такая плотная, хорошая. И поэтому написано, что она хорошо хранится. Где-то тут было написано. Ну ладно, не буду я искать. Что оно, его можно длительный срок хранить. Наверное, если осенью какие-то не дозреют, можно положить на дозаривание. Все это мы осенью проверим. В том году я не смогла их положить на дозаривание, потому что они все после града погнили. И ничего я сказать вам не могу, как оно вообще себя ведет. Потому что в прошлом году эта новинка выращивала я первый раз. И в том году у нас уничтожили все эти посадки, вот погодные условия. Но оно мне очень понравилось по внешнему виду. Еще в прошлом году, до того, как град уничтожил, я смотрела куст. Вот именно вот он отличается тем, что действительно они очень похожи на яблоки. Томат весь обвешан вот такими яблочками. Потом на улице постараюсь тоже вам показать. Это вот так предварительное описание, что есть еще вот такой сорт сибирское яблоко. Он необычной расцветки, раскраса вот такого, именно что, как говорят, с муаровым отливом, что ли, жемчужно-розовый. И такой вот красивый томатик. По крайней мере он отличается от всех других. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это был коротенький-коротенький обзор новинки. Томат сибирское яблоко. До свидания.